Доброе утро! На дворе непростые времена, но не надо все ухудшать еще и неправильным питанием. Я Сергей Малоземов, хоть и журналист, но все-таки с медицинским образованием. Паники не люблю. Наоборот, мне куда интереснее находить выходы из проблемных ситуаций. Именно этому и посвящен сегодняшний специальный выпуск «Живой еды». Простые привычки, которые способны улучшить здоровье. Какие небольшие изменения помогут похудеть? Французские женщины умеют обманывать свой голод. А заодно и сберегут семейный бюджет. Сейчас мы на это не тратим вообще ничего. Ничего дорогого и экзотического. В принципе, если я не взяла с собой еду, а я ее не брала никогда, я заходила в пиццерию, покупала кусочек пиццы. Проезжаешь мимо какой-нибудь шаурмы, покупаешь себе шаурму. Всего несколько лет назад многодетная мама Галина выглядела совсем иначе. Родив третьего ребенка, она набрала вес до 80 килограммов и никак не могла похудеть, хотя много занималась спортом и старалась ограничивать себя в питании. Уже потом Галина осознала, ключевой проблемой было обилие не очень полезной в спешке, купленной в магазине еды, типа наггетсов и пельменей. Перестроиться и начать готовить в основном самой было непросто, но когда через три недели ушли первые три килограмма веса, Галина поняла, игра стоит свеч. Это все возможно. Возможно готовить, возможно готовить на несколько дней вперед. Детям это нравится, мужу это нравится, все это кушают. Дети подключаются, им интересно, им нравится процесс приготовления пищи, они начинают искать передачи по готовке и предлагают, мама, давай приготовим вот это, мама, давай приготовим вот это. В итоге минус 20 кило, да и проблем со здоровьем стало заметно меньше. Галина признается, готовить ей не нравится до сих пор, но это все равно лучше, чем изнурять себя тренировками с меньшей эффективностью после тяжелых трудовых будней. К тому же всегда можно найти простые рецепты, которые не отнимают много времени. Вот, например, то, что любят почти все, котлеты с картошкой. Особенность котлет заключается в том, что мы их готовим без хлеба, без молока, мы готовим их с овощами. Галина добавляет в куриный фарш тертые морковь и картошку, а также яйцо и мелко нарубленную зелень. Ну, перемешиваем. Солит, формует котлетки и запекает их вместе с крупно порезанным картофелем. В дополнение, простой салат из огурцов, помидоров и зелени, заправленные оливковым маслом. С этим справится даже тот, кто никогда не готовил ничего сложнее яичницы. Вот такие контейнеры я беру с собой на работу. В результате удается отказаться от вредного фастфуда и не только получить выгоды для здоровья, но и неплохо сэкономить. Еще одна привычка, которую приобрела Галина в борьбе за стройность и хорошее самочувствие, это отказ от покупки сладких напитков. Раньше мы тратили на это тысячи полторы на газированные напитки, разные газированные напитки. Сейчас мы на это не тратим вообще ничего, потому что мы их не покупаем. Мы пьем либо компот, либо воду с лимоном, либо просто чай пьем. А раньше это было обязательным, стаканчик газировки за какой-то прием пищи. Лучше всего заменить и их, и, кстати, пакетированные соки тоже по содержанию сахара ничем не лучше, обычной водой, как это сделал и я. А если вкус кажется слишком нейтральным, можно добавить лимон, как поступает наша героиня Галина. И результат нравится даже детям. Шоколад для нас хорош, вкусен и полезен, но настоящий, черный и в умеренных количествах. Кто-то скажет, что вкус совсем не тот, но это, опять же, вопрос привычки. В семье Галины сделали именно такую десертную рокировку, и никто отнюдь не страдает. Дети чувствуют настроение родителей, вот это совершенно точно. У нас нет молочного шоколада, у нас нет белого шоколада, у нас нет конфеты, ну съесть вот такой шоколад, будешь? Да, буду. И довольный побежал. И будьте здоровы! Рецепт недели на этот раз. Полезный салат с рыбой и картофелем. Честно признаюсь, мы подсмотрели его у британской кулинарной звезды Джейми Оливера. Ну потому что это правда вкусно. Нам понадобится лосось, картошка, смесь любых салатных листьев, лимон, укроп, натуральный йогурт, оливковое масло, перец чили, кунжут, соль и перец. Вскипятить две кастрюли с водой. В одну отправить рыбу на 8-10 минут. Во второй поставить вариться картофель, отварить до мягкости. Рыбу снять с огня, отставить в сторону остывать. Подготовить маринад. В миске соединить сок трети лимона, мелко порезанный укроп, перец, соль и оливковое масло. Тщательно перемешать. Как только картошка будет готова, положить ее в маринад на 15-20 минут. Мелко нарезать перец чили, добавить его к картофелю, перемешать. Для заправки соединить натуральный йогурт, перец, соль, кунжут и сок лимона. Перемешать. Остывшую рыбу разобрать на некрупные кусочки. Но и осталась только финальная сборка. В тарелку выложить картофель, смесь зелени, рыбу, полить йогуртовой заправкой, украсить кунжутом. Готово! Этот салат – отличный пример того, как несложно внедрить в жизнь полезные привычки, о которых мы сегодня рассказали. Ведь его очень просто приготовить самому. В нем есть свежая зелень, жирная рыба и семена. Для заправки используется натуральный йогурт, а в тарелке все это выглядит очень красиво и аппетитно. Ну а какой вкус? Приятного аппетита и здоровья! Желаем вам мы и шеф-повар Антон Калерт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова